друзья здравствуйте меня зовут наталья я из харькова сейчас нахожусь киеве хочу подняться на владимирскую горку и там немного погулять и наверное поднимусь по фуникулеру насколько я знаю проезд стоит 8 гривен если он вообще работает работает сейчас куплю билет наверное и вот уже люди садятся на фуникулер я оплатила 8 гривен уже вагон отправляются сейчас быстренько захожу двери двери закрываются посмотрите там можно оплачивать обычным талончиком бумажника как метро вот а можно просто в кассе 8 гривен я спешила потому что уже вагон отправлялся и поэтому отдала кассиру денежку и вот мы сейчас едем ехать недолго совсем я в конце вагона сижу непровидно шутка вот такой киевский фуникулер опять же киевская глуха если я правильно понимаю то я должна подняться на владимирскую горку один поехал вниз ну а мы вверх и скоро уже приедем очень медленно едет вид шикарно открывается на экране полуходи на на днепр на киев очень красиво конечно мы почти приехали высоко конечно очень высоко это полпути это полпути да наверное это полпути или конец да это конечная то мы уже приехали я думала что полпути или все выходим так куда же я поднялась это кажется михайловская церковь или монастырь а давайте пойдем посмотрим наверное сейчас я ни разу не была насколько я знаю это церковь ПЦУ вот если вход бесплатный то я зайду если платный то я конечно не пойду мне это не нужно абсолютно слева от входа продают сувениры мотанки видите это национально украинские куклы они без лица то есть у них нет глаз такая традиция длинные косы которые означают долгую жизнь длинная коса это долгая жизнь красиво очень видите как а там кажется выход слева здесь как бы задний вход или задний выход есть центральный вход и мы сейчас туда подойдем министерство закордонных справ какое здание массивное красивое зайдем если опять же бесплатно начать захожу и смотрим гуляем перед входом в монастырь находится михайловская площадь и здесь разбитая российская техника ржавая я думаю что когда выйду из монастыря то похожу посмотрю поснимаем ну и покажу ее вам небесные сотни так это памятный знак жертв голодомора небесные сотни англию майдану это что такое великомунчество варвара век святых великомунчениц интересно какая икона так что еще ага там прохания ага снимать можно вот тут табличка снимать видео можно делать я уже переживаю хоть бы можно было снимать это архангел михаил в центре вокруг с правой стороны от него небесное воинство а слева святые очень высокая колокольня но похоже что вход бесплатный как то вот никто ничего не просит на входе наверное можно зайти бесплатно ну и конечно нищие как же без них возле каждой церкви пахнет лавандой ой как красиво здесь ну это церковь ПЦУ вот поэтому конечно мы тут молиться не будем это не наша церковь вот но зайти посмотреть можно ой как же пахнет лаванда наверное продают лаванду здесь поэтому запах такой потрясающий сейчас подойду поснимаю сувениры можно познимать? можно? дякую а вы кто? да блогер не я из Харкова блогер в Киеве ой давайте порассказывать я послухаю и всех послухает здесь ярмарок в Годильницкий уже тривая третий рик первый раз вийшли хлопцы можно я вас покажу да? пластуни если знает Харков знает пластуни 26 травня на день Киева 22-го року еще не было людей майже это ярмарок организовали пластуни и теперь люди долучаются и вот это все ручная работа потом приходят небольшие граждане и вот теперь мы уже все в субботу еще в неделе в неделе а теперь фестиваля у нас у нас с добудки начинали с машин 12-12 часов я так скажу я прямо тут освячиваю я тебе их сделаю я тебе их сделаю такие косоты а потом пришли на дров теперь разбираем я одним из инвесторов дронов таких вот вишенок из этого ярмарка туда иди иди если какие-то потребы на 79-ую треба были маленькие терминовые мы тоже звукуемся и сразу же на фронте иди так что долучайтесь у нас очень много я бы хотела сказать сколько сейчас что вы видите сколько тут ручок пару долучилось я бы сказала что тут сотни людей здесь мне все вынесли еще можно столько столов наставить сколько у нас там еще люди кто плитает сколько еще малюнков и все так и до перемоти у нас у нас украинские сувенери шикарные шикарные очень красивые это из франции розмали тесто и чай украинские сувенера вот так о дякую окно что идемте в церковь зайдем да посмотрим вот тут и все мед продается тоже смотрите сколько меда много давайте поснимала покажу вам цены 160 200 и плохо видно за стеклом так молиться я тут наверно не буду читаем вивеску православная церква украины свято-михайлевский злотоверхий монастырь запрошуем ну запрошують тоди ходимте конечно красиво хочу сказать очень красиво все комментировать не могу не знал что комментировать вернее я знал что но комментировать не буду так ну что посмотрели правда очень красиво как православном храме вот но мы идем сейчас дальше я вышла из храма давайте немножко походим по территории посмотрим что здесь есть так чтобы узнать интересно что ли памятник кому похоже на андрея первозванного наверное скорее всего это памятник андрею первозванному территория большая это трапезный храм написано михайлевский злотоверхий монастырь трапезный храм я на богослово так красиво крышу сделали так как-то такому казачьем стиле как будто бы деревянное покрытие или черепица деревянная дайте да старое здание очень старое так клумба цветов полно розы вот тут справа кажется магазин книжный если я не ошибаюсь походим посмотрим сад с яблонями а это выход где же магазин а вон там магазин это желтое здание это магазин книжный ну что что здесь красивая территория очень ухожена видите яблоко упала а яблоки пахнут ну такой приятный яблочный аромат полно яблок уже не спеют такие красные бочки у них становятся это груша красивая какая дальше выход кстати люди гуляют свободно здесь вороны прыгают тоже свободно как у себя дома вот а вот там тоже кажется есть выход когда я шла от фуникулера я его видела это по кругу обошла получается это алтарная часть это алтарная часть вот мы выходим и идем на площадь смотреть технику разбитую российскую территория очень ухоженная здесь приятно находиться приятно гулять но молиться как-то не тянет красивая часовинка там умер а фонтан но не работает крест и фонтан ну это выход все друзья выходим и идем дальше я подошла к михайловской площади идемте посмотрим на разбитую ржавую российскую военную технику на газоне стоят флажки таких флажков полно на майдане незалежности здесь написаны имена тех кто погиб на фронте на войне такие же флажки есть и у нас в харькове так ну идемте по заглядываем детвора он смотрит везде мальчишки ходят им интересно в каждую щель по заглядывать конечно зрелище не из приятных здесь наверняка погибли люди и да такой танк если будут ехать так от страха умрешь просто при виде танка даже и залезть туда страшно как там люди сидели не знаю воевали при этом конечно картина жуткая внутри тоже картина жуткая и и Ужас. 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 Машина разбитая, ржавая. У нас тоже под Харьком есть такая выставка. Там тоже полно техники. Это при выезде на Песачин. Там, по-моему, даже больше техники стоит ржавой. Там даже были какие-то продукты из сухпайка российские. Макеты стоят, в общем-то. Такое у нас тоже есть. Так, ну что, все, друзья. Дальше, кажется, София Киевская. Я могу ошибаться, я там ни разу не была. Не знаю, пойду или нет. Возможно, сегодня в этот раз нет, но в другой раз, может, и схожу. Все, друзья, я на этом месте буду видео заканчивать. Если было интересно, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. И будем дальше гулять вместе. До скорых встреч. До свидания. Жду вас на моем канале.